Если касается урегулирования в самой Сирии, то мы исходим из того, что на основе позитивной динамики в ходе боевых действий в конечном итоге все-таки долгосрочное урегулирование может быть достигнуто на основе политического процесса при участии всех политических сил, этнических и религиозных групп. И в конечном итоге решающее слово, безусловно, должно оставаться исключительно за сирийским народом. Сирия – дружественная для нас страна. Мы готовы внести свой посильный вклад не только в ходе боевых действий, в борьбе с терроризмом, но и в ходе политического процесса. Разумеется, в тесном контакте с другими мировыми державами и со странами регионов, которые заинтересованы в мирном разрешении проблем. В соответствии с вашей просьбой мы приняли решение и оказываем эффективную помощь сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом, который развязал против Сирии настоящую войну. Попытки международного терроризма оставить от своей контроля значительные территории на Ближнем Востоке, дестабилизировать ситуацию в регионе, вызывают законные опасения во многих странах. Это беспокоит и нас, и Россию, имея в виду, что, к сожалению, на территории Сирии с оружием в руках против правительственных войск воюют и выходцы из республик бывшего Советского Союза. Это насчитывается около 4 тысяч, как минимум. Спасибо за то, что они стоят за единство Сирии и за ее независимость. Самое главное, что все это делается в рамках международного законодательства. Спасибо за то, что все это делается в рамках международных войсками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!